Более 160 спортивных объектов и 2000 площадок для занятий физической культурой открыты в Подмосковье за последние годы. Регион входит в число лидеров по развитию профессионального и любительского спорта. Подробнее о главных достижениях отрасли нашему корреспонденту рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков. Роман Икаревич, здравствуйте. Добрый день. Вот уже почти 7 лет вы стоите во главе подмосковного спорта. Это знаковый период для отрасли региона. Расскажите подробнее о достижениях региона в области спорта. Конечно, рассказывать за 7 лет это достаточно долгий диалог нам с вами предстоит. Конечно, то, что сделала Минспорт, команда Минспорта. Мы этим можем только гордиться. Действительно, в 2014 году, когда мы пришли, достаточно была изношена инфраструктура. Ее, в принципе, доступной для жителей не было. Строились большие объекты, такие как Ледовый дворец в Балашихе, в Матищах, в Подольске. У нас здесь, в Люберсах, есть хороший большой ФОК-триунг. И вот таких объектов мы за последние 7 лет, с учетом муниципального, регионального, федерального бюджета и, конечно, частных инвестиций, построили свыше 180. Что касается спортивной инфраструктуры, то в Московской области действительно есть чем гордиться. Наши спортивные комплексы, они позволяют заниматься и профессионалам, и любителям. Вот по поводу профессионального спорта, хотелось бы вас спросить, на каком уровне сейчас Подмосковье, какая картина в целом, в плане профессионального спорта? Ну, знаете, у нас был наш очень известный прославленный хоккеист, это Владимир Владимирович Петров, двухкратный олимпийский чемпион. И с той самой тройки Михайлов-Петров-Харламов, я его застал еще при жизни, у него была такая фраза, достаточно яркая, в свое время он говорил, что спорт – это сила и мощь государства в мирное время. Чем сильнее твой спортсмен, тем сильнее государство. То есть задача любого государства – блистать своими спортсменами, вставать на самые высокие ступени пьедестала, для того, чтобы прославлять свою страну, свой флаг, свой гимн. Мы являемся вторым субъектом по числу представителей наших спортсменов в национальных и олимпийских сборных. Это дорогого стоит, наши ребята поднимаются и занимают первые места на чемпионатах мира, Европы, первенствах, на олимпийских играх. Это все, конечно, прославляет нашу страну. Но для того, чтобы это подготавливать профессионал, это, конечно, очень большой путь с самого низшего уровня, с маленького ребенка, когда он приходит в спортивную школу, когда он приходит в спортивную секцию в отдаленной территории, с ним работают грамотные тренеры. Это подготовка спортивного резерва, наших будущих звездочек, из которых вырастают профессионалы, наша основная задача государства. Мы, я уверен, с этим максимально справляемся. Мы сейчас находимся в Люберцах. Ни для кого не секрет, что этот округ называют территорией спорта. Скажите, являются ли сейчас Люберцы спортивным брендом? У нас Люберцы традиционно входят в первую тройку. Когда-то они на первом месте, когда-то химки на первом месте. Но вот это вот соревнование двух-трех крупных муниципалитетов всегда некоторую изюминку вносит. И, конечно же, на территории городского округа здесь в Люберцах большое количество спортсменов. Мы знаем, что здесь и тяжелые атлеты, и боксеры, и борцы, и футболисты, и художественная гимнастика. Здесь развито огромное количество видов спорта. Конечно, я рад и горд за то, что на территории городского округа эти традиции, которые закладывались здесь десятилетиями, они продолжают, существуют. И администрации Владимира Петровича Ружицкого вкладывают достаточно большое количество ресурсов, как финансовых, так и человеческих, в создание инфраструктуры, в подготовке спортсменов, тренерских кадров. И это очень дорого стоит. В начале этого года в Люберцах открылся лед. Я знаю, что вы опробовали его лично. Поделитесь впечатлениями. Ну, знаете, у нас действительно, вот я говорил о льдах, а в Люберцах льда не было. И в Томилино открыли частный каток на «Зените». Действительно очень хорошее современное здание. Сейчас там уже открыто отделение по фигурному катанию, по хоккею, где будут заниматься. И сейчас уже начинают заниматься наши юные таланты. Мы приезжали, также по приглашению, играли в хоккей, опробовали лед. Действительно очень хороший объект, большое количество раздевалок. Он современный. Понятно, что он находится в достаточном отдалении от центра города. Но не все сразу. Я уверен, что и сюда придут инвесторы. Или мы после тех приоритетных задач, которые мы решим, здесь построим тоже современный хороший ледовый дворец, для того, чтобы жители центральной части городского округа имели возможность здесь заниматься любимым видом спорта. А хоккей у нас действительно игра, в которую играют практически все. Продолжение следует...